Привет, друзья! Вы смотрите подборку новостей о деятельности российского миротворческого контингента в Арцахе на канале НК Новости. НК – это аббревиатура моего имени и фамилии. Я журналист Нарина Киракосян с 27-летним стажем работы в своей профессии. И сегодня я предлагаю посмотреть на моем канале дайджест того, что было проделано за последние дни российскими миротворцами в той части Карабаха, которая после прошлогодней войны осталась местным аборигеном, этническим армянам, и не была отдана в ночь 9 ноября 2020 года одним рощерком пера премьер-министра Армении Никола Пашиняна Азербайджану. После того неожиданного для тысяч армян единоличного решения Пашиняна, Азербайджану были отданы примерно 75% от всей той территории Накорного Карабаха, которую армяне вернули себе в 90-е годы прошлого века, в Первую Карабахскую войну. Тем, кто не в курсе, подскажу, что в 2020 году, 27 сентября, Азербайджан напал на непризнанную республику Арцах. Война, в которой погибли тысячи людей, длилась 44 дня. А потом неожиданно для всех было объявлено о заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении, что в полночь 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. А для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Вот и вся прелюдия о том, как в маленькую горную страну попали русские миротворцы. Кстати, в комментариях на моем канале азербайджанцы много хейтят, и я вынужденно закрываю место комментариев на канале. Но на один из вопросов наших соседей я отвечу. Вы спрашиваете, что означает слово Арцах? Отвечаю. Арцах или Ардзах на древнеармянском грабаре означает полноводный. Фактически толкование Топонима Арцах подтверждается физическими особенностями местности, так как характерной чертой Арцаха является обилие рек, в частности притоков реки Куры и разных источников. В основе Топонима Арцах лежит гидроним Тартар или на русском Тартар. В этом отношении интересны гидроним Цар на верхнем течении Тартара и гидроним Цор, один из притоков реки Аракс. Таким образом, Топонима Арцах тесно связан с системой древней топонимики Армянского Нагоря. Я думаю, что этого объяснения достаточно, а если кому-то не хватит этого объяснения, то посоветую учить древнеармянский грабар. Хотя, все равно, нужно быть носителем языка или потратить не один год, чтобы расшифровать фонетическую структуру того или иного слова. Поэтому перейдем к сути темы новостей из Арцаха, предоставленного Министерством обороны Российской Федерации. Итак, одним из интересных моментов пребывания миротворцев на Горном Карабахе являются постоянные боевые тренировки. К примеру, на днях они провели тренировку по эвакуации условно пострадавшего в горах Нагорного Карабаха с использованием вертолета Ми-8 АМТ-Ш «Терминатор», оборудованного специальной эвакуационной люлькой и медицинским модулем. Поступает сигнал, прибегаем на вертолет, занимаем готовность, выдвигаемся в район эвакуации. В данном случае в учебных целях район был наш аэродром. Для эвакуации используется люлька, предназначенная как для эвакуации с водной поверхности, так и с земной поверхности. До двух человек. Стоит у нас система лебедочная-грузовая. Система лебедочная-грузовая, грузоподъемчивая до 300 кг. То есть спокойно два человека в полной амуниции мы можем поднять на борт с любой поверхности. Сложность заключается, во-первых, в высоких температуре в данном регионе. То есть вертолету тяжеловато висеть для эвакуации. И также то, что площадь люльки при подъеме она раскачивается, что может повредить. То есть нужно сохранять точно место висения, дабы не раскачать люльку и не повредить вертолет при подъеме данной люльки. К эвакуации летчики допускаются не ниже второго класса. Общий налет должен быть не меньше тысячи часов. Мне не раз доводилось. Часто поступают задачи по эвакуации. Также в горной местности на Северном Кавказе приходилось эвакуировать также тяжелораненых. Заставка. Условия также. Жаркий климат, как правило. Горная местность пересеченная. Что тоже очень сильно затрудняло выполнение задачи. Задачи все были выполнены. Не раз. Командир экипажа также рассказал, что для эвакуации используется специальная люлька, предназначенная для подъема как с водной, так и с земной поверхности до двух человек с использованием лебедочно-грузовой системы, грузоподъемностью ее до 300 килограмм. В тренировке на военном аэродроме Степанакер принимали участие летчики армейской авиации, военнослужащие и специалисты медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента. Здесь у нас представлен модуль медицинский вертолетный, двухместный, предназначен для установки на вертолетах любого типа, производства Российской Федерации. При транспортировке больных на данном модуле укладывается двое пострадавших. Оборудование модуля позволяет оказать специализированную медицинскую помощь. Для этого здесь устанавливается кислород для искусственной вентиляции легких, система мониторирования, электродефибриллятор, электрический отсос, отсос инфузионный и укладка для экстренного восстановления дыхания. Все это оборудование позволяет медицинским работникам и реаниматологам оказать специализированную помощь на этапе доставки пострадавшего с места эвакуации до ближайшего медицинского учреждения. Сегодня был отработан норматив по эвакуации раненого с отдаленного участка, используя вертолет Ми-8. Для эвакуации тяжелораненых и раненых и пораженных используется авиационно-медицинская эвакуация. Она используется для эвакуации из труднодоступных мест, из лесистой местности, а также из горной местности. В этих целях используется воздушное судно, летолет, и соответствующие привлекаются силы в средства медицинской службы. Мероприятие медицинской помощи, оказание помощи, выполняется на месте ранения в объеме самой взаимопомощи. Далее оказывается медицинская помощь в виде врачебной помощи врачом медицинской службы. И по готовности к эвакуации выполняется, соответственно, мероприятие для подготовки к эвакуации. В данном случае выполнялось оказание следующей медицинской помощи, наложение повязки, наложение кровоостанавливающего жгута с целью остановки кровотечения и оказание медикаментозной помощи, постановка обезболивающих анальгетиков с целью оккупирования болевого шока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также в рамках планового занятия по боевой подготовке российские миротворцы В Нагорном Карабахе провели комплексную тренировку по предотвращению возможных нарушений и обеспечению безопасности на 27 наблюдательных постах в зоне ответственности «Север», В ходе которой для усиления обороны были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А Сегодня была проведена тренировка по боевой готовности личного состава миротворческого поста Данные тренировки проводятся регулярно для поддержания и совершенствования своих профессиональных науков каждого военнослужащего Сегодняшняя тренировка прошла в штатном режиме, личный состав и экипажи действуют слаженно и грамотно выполняют свою боевую задачу Минобороны России отмечают, что в ходе тренировки личный состав отработал задачи по предотвращению провокационных действий и отражению нападения на наблюдательный пост Эффективность выполнения задач во многом зависит от уровня сформированности профессионально важных качеств у наслужащих Мероприятия психологической подготовки, встроенный распорядок наблюдательного поста И направлено на формирование навыка наблюдательности, внимания, оценки и оптимизации своего психоэмоционального состояния Данное упражнение направлено на развитие навыков прицеливания стрелка в различных условиях обстановки В том числе при его передвижении по пересеченной местности в сложных условиях видимости Данные военнослужащие помогали, то есть имитировали вот эти воздействия, негативные факторы При получении сигнала миротворцы в кратчайшее время выполнили действия при выходе из места расположения Заняли оборону на заранее оборудованных позициях Для усиления обороны поста были задействованы дежурные подразделения на бронетранспортерах БТР-82А Управление подразделениями выполняется с помощью современных радиостанций АЗАРТ, которые передают сигналы по защищенным каналам связи Габионы используются уже достаточно давно Они являются простым и эффективным средством фортификационных сооружений Возводятся они достаточно просто Любыми подручными средствами, то есть наполняются землей, песком, гравием, камнями и так далее Являются эффективным средством защиты личного става, вооружения, военной техники От осколков и боеприпасов различного калибра Данный блочный модульный городок рассчитан на проживание до 50 военнослужащих В температурных рамках от плюс 35 градусов до минус 45 градусов В данном модуле находится все необходимое Просторное спальное расположение, столовая Особой комнатой, посещаемой личным ставом в свободной часе является Спортивный зал, комната информирования и досуга, баня, комната отдыха Напомню, российские миротворцы несут службу на 27 наблюдательных постах Нагорного Карабаха Обеспечивая безопасность в регионе Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента Оборудованы фортификационными сооружениями блокпост Предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков А также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента В плановом порядке осуществляет мероприятие боевой подготовки и проводит тренировки Обязательными бывают периодические патрулирования в целях контроля текущей обстановки вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе Дежурный по связи, старшина Зайцев В ходе патрулирования проводится демонстрация присутствия российского миротворческого контингента А также контроль соблюдения режима прекращения огня И недопущение провокационных действий с обеих сторон на линии разграничения Российские миротворцы ежедневно проводят патрулирование по различным маршрутам Мардакерском, Мартунинском, Аскеранском, Шушенском районах Также в Лачинском коридоре Мобильные группы патрулирования выполняют задачи перемещения вдоль линии разграничения С целью демонстрации присутствия российского миротворческого контингента А также контроль соблюдения режима прекращения огня Также для выявления изменения обстановки в зоне ответственности Группа патрулирования на маршруте осуществляет воздушное наблюдение и опрос местных жителей Патрульные группы совершают многокилометровые марши на современных бронетранспортерах БТР-82А и автомобилях Урал Улучшенной проходимости по дорогам общего пользования, по грунтовым дорогам и по горным серпантинам Проезжая отдаленные районы в зоне ответственности российских миротворцев Смирно слушаем боевой приказ Приказываю совершить марш по маршруту аэропор Степанакерт, Шушикен, Красный базар, крепость Амарас, аэропор Степанакерт Входит в совершение марша в составе трех единиц техники, два БТР-82А, один Урал-143-20 Приказываю соблюдать требования безопасности Соблюдать скоростной режим, не более 40 км в час Дистанция между машинами 50 метров Машина! На всех 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг Обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов В зоне ответственности российского миротворческого контингента Поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении Субтитры создавал DimaTorzok И обязательным для миротворческого контингента стала гуманитарная составляющая службы Буквально на днях в преддверии наступающих холодов Миротворцы помогли передать от благотворителей теплые вещи Около 50 семьям в одном из самых больших сел Арцаха – Хатерк Военные помогли довести и раздать гуманитарный груз Предоставленный различными благотворительными организациями из России Специалисты общественной приемной российского миротворческого контингента Во взаимодействии с местной администрацией составили списки нуждающихся и оказали им помощь Сегодня мы прибыли в один из отдаленных районов Нагорного Карабаха Населенный пункт Атерк, где проживают 48 семей беженцев и многодетных семей Которые мы привезли обувь и теплую одежду, которую выдала нам Ассоциация благотворительных организаций Мирси Данная одежда будет выдана каждому члену семьи по три пары обуви Летней, демисезонной и зимней А также на морское население будет выдана теплая одежда, это будет теплый жилет Акция прошла в здании администрации населенного пункта Атерк, где гуманитарную помощь получили 16 многодетных семей и 32 семьи беженцев Я очень рада, что вы приехали, помогли нам, остановили эту войну Мы надеемся, что в будущем все будет хорошо Не только я надеюсь, наши все родственники, все знакомые надеются Пожелаю вам здоровья, чтобы вы всегда были рядом с нами, чтобы помогали нам Наша надежда на вас Я сама жила в России очень долгое время Я очень сильно уважаю, люблю У меня очень много родственников, друзей в России, можно сказать, больше, чем здесь Я бы хотела, чтобы вы остались здесь, чтобы вы всегда, даже многие приехали здесь жить из России Я приглашала даже своих родственников, чтобы они приехали к нам Для многих это очень большая поддержка Есть люди, которые нуждаются в обуви, в одежде У нас очень много беженцев в селе Всего в селе Ахатерк проживают более полутора тысяч человек Это один из крупных отдаленных населенных пунктов Нагорного Карабаха Работа российских миротворцев по выявлению нуждающихся в оказании помощи продолжается Надеемся на самое большое Вам всем здоровья, успехов в делах И большое-пребольшое спасибо, я вам очень благодарна На этой неделе это все новости из Арцаха, уважаемые зрители И до новых встреч в эфире НК-Новости Все материалы на русском языке можно посмотреть в папке «Армения» на моем канале А новости об Арцахе собраны в одноименной папке И соседи, не пишите гадостей, оскорблений Вы этим подтверждаете вашу неспособность к мирному сосуществованию в регионе Надеюсь на понимание, потому что я критикую все-таки не вас, а собственное правительство Так что до встречи на этом же канале